Еврозона Корректор А.Кулакова Выросла температура в помещениях за 40 лет Мы можем носить Больше слоев одежды Мы можем эффективнее использовать одеяло Мы можем покупать эффективные куртки С подогревом от батареек Владимир, скажите К чему готовят европейцев? Так, Оля Вы знаете Куртка с батарейками Или носки с батарейками Всю жизнь мечтал Я помню, приобрел стельки для горнолыжных сапог Которые имели крепежи Внешне вставлял батарейки И вроде бы как должно было быть тепло в ноги Оказалось полнейшей туфтой Если честно Так что пусть производители батареек задумаются Конечно, о такой тайной рекламе Я ерничаю Но на самом деле все достаточно серьезно И Отражатель Как правило потребительской корзины Наполнения Это отказ от чего-то И разговор-то в принципе начался с пандемии Во время пандемии Произошел практически полнейший потребительский кризис Вот зачем новое платье Если ты не покидаешь дом Зачем туфли на каблуках Чтобы линолеум или паркет Или плитку цокать Тоже не нужно И потребительский спрос На самом-то деле Он же Очень направлен на внешнее обустройство Общества И если вы никуда не выходите Ни на день рождения Ни в театр Ни просто погулять То в принципе Огромное количество людей Потом говорило Что они даже в душ перестали ходить Я очень хорошо помню Эти публичные разговоры психологов В Австрии В Германии В Голландии Когда вдруг Масло во время пандемии Люди стали жаловаться Что во-первых Нет интереса менять одежду И они стали обращать внимание Что они в одной и той же одежде Сидят уже пару недель Во-вторых Что они перестали действительно мыться Сейчас я Прямо как вы знаете У меня дежавю какой-то То есть тогда был потребительский кризис Пандемия А сейчас что? Сейчас тоже рассказывают Что мыться не надо Там на третью неделю Уже не будет неприятных запахов Тело пере... Это германская пресса Тело полностью как-то Это бильд По поводу появления полезных бактерий Через три недели Ну прелесть какая Я так рад за них И наверное вернутся палочки Для аккуратного чесания Под париками От шеи Вместо баня Ведь у них красивые парики Это мы в баню ходим А они палочки для чесания от шеи Придумывали Красивые, изящные С наконечниками И украшениями И наверное это и есть Такое ментальное отличие Когда есть шеи Мы в баню пойдем А они палочки придумают Чтобы чесаться И то что я сейчас вижу Вот почему я говорю Дежавю Прям какой-то повтор идет Именно той обработки Ментальной Манипулирования сознания То есть когда тебе не говорят Слушай вот нужно сделать То-то и то-то И твоя жизнь будет такая же Как была Вот например Нужно там продержаться Полгода в карантине Не выходить Не заражать людей И потом будет все как всегда Потом ты будешь Снова покупать Пиджаки Новые джинсы Туфли Ездить куда-то Нет Подготовка идет Вот очень странная Подготовка идет к тому Что приготовьтесь пожалуйста Вот сейчас начнется Вот сейчас еще нормально Вот 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 Ну давайте просто возьмем Заявление Йорга Хоффмана Его слышно достаточно много Это один из сильнейших Профсоюзов Германии Профсоюз ИГ Метал Это объединяет Все металлургические Производства Федеративной Республики Их больше Двух с половиной миллионов То есть это членов Профсоюза Профсоюза Это очень специфическая вещь Собирают деньги Членские взносы Дальше по правилам Когда они там Объявляют стачки Вот слова которые мы Забываем иногда Там помним их Через Октябрьскую революцию Объявляют стачки Требуют повышения зарплат Выходят на демонстрации Кстати борются против фашизма И профсоюзы Как для меня Это очень специфические Организации Которые надо Очень сильно контролировать Потому что Очень легко Когда ты собрал вокруг себя Людей Требующих повышения зарплаты Можно допрыгаться До шантажа То есть шантажировать Непосредственно работодателя Шантажировать государство Например Профсоюз грузчиков В аэропорту Может остановить Полностью Движение всех самолетов Это уже было Это тоже организовано То есть здесь предупредительная стачка Предупреждают И профсоюз Выплачивает Если все идет по загону Компенсация Если человек не выходит на работу И вот Хоффман Говорит о том Что Ну как бы Разговор всегда идет о газе Ну давайте Вот газ уже мне как-то Как нарратив Разговор о газе Его нужно смещать в другую сторону Мол Ах без нашего газа Вы увидите Как вы будете хуже жить Нет давайте по другому Без нашего Без вашего Без нигерийского Без алжирского Давайте Не говорить о том Что кто-то там нуждается В поставках А давайте очень просто Эмбарго на российский газ Шревато серьезными Последствиями для экономики Германии Это цитатор Дальше он говорит Что компаниям Безусловно Придется перевести Сотни тысяч сотрудников На неполный Рабочий день В долгосрочной Перспективе Многие рабочие места Будут потеряны Господин Хоффман Будьте еще громче Разговаривайте еще громче А самое главное Договорить правду Что когда начнется Конкуренция За рабочие места Но не в том виде Что я ищу рабочее место А в том смысле Что меня Например Могут сократить То конечно же В этой конкуренции Там переход На четырехдневку Как спасение Это очень сильное Урезание Социального уровня Существования Потому что у вас Зарплата просто На один день меньше Это Логично Это сегодняшнее Утреннее интервью Хоффмана И он говорит о том Что это коснется И других отраслей Например химические Ну то есть понятно Вот теологический Профсоюз А вот химический Соответственно Это все-таки Крупнейший профсоюз И Я считаю Что профсоюз С одной стороны Это интересное формирование С другой стороны Очень опасное Дело не только в том Что они могут сантажировать А они могут еще Перевернуть Правительственные Некоторые решения Они Зачастую Они это профсоюзы Входят в сговор С представителями Партийных структур И у них тоже есть Земельные представительства И для них Где-то логично Давайте вот Мы все дружно Пойдем за вас голосовать Мы будем усиленно Рекламировать Вашу партию Ну все в рамках закона Но на самом деле Кто-то более равный В этом законе И тогда Ну скажем Два с половиной Миллиона избирателей Все дружно Там Могут больше не голосовать За социальных демократов То есть Те Кто сейчас у власти И Это такие игры Очень специфистка плана Взамен Они просят Например О развитии Там Или увеличения Или сокращения сроков По введению В эксплуатацию То есть Давайте побыстрее Здесь фабрику запустим И вообще Эту фабрику запускать Наверное Здесь А не в соседнем Государстве Потому что там дешевле И для меня Профсоюзные разговоры Всегда Лахмусовая бумажка Всегда Если там начинается брожение Ждите на улицах людей Франция в этом отношении Более агрессивная Более дерзкая И Вот смотрите Как Франция отреагировала На избрание Макрона Президентом Но он еще В этом новом сезоне Он еще ничего не успел натворить Он еще не успел Задать ничего плохого Никакую реформу Его только избрали Только зафиксировали И уже начались Волнения на улице Почему Это люди Которые против Его руководства Это против Макрона Они не видят Никакого выхода Кроме как выходить на улицу Но Макрон справится У него полиция Достаточно жесткая И Демонстрирует свою жесткость Потому что понимает Что государство Заступается за силовиков В Германии Нет такой жесткости С желтыми жилетами Пока А потом Эта жесткость Очень даже Может появиться Потому что Немцы умеют Бунтовать тоже И если послушать Политиков Ну это правда Это иногда похоже На какой-то Ну такой Какой-то Злой Очень Недальновидный Ну знаете Вот вы пришли В театр А там Водевиль какой-то И вы настроены Что будет весело Смешно Так красиво А вдруг Вы понимаете Что какая-то Бездарщина В тон не попадает В общем Черт и что И вы вначале Себе чувствуете Может вы не понимаете С того что происходит Может просто какой-то Модерн Или постмодерн У вас на сцене Но когда вы понимаете Что вас просто обманули Вам хочется Встать и выйти И вот дальше Начинается волна Встать и выйти Вот эксперимент Стравинского С музыкой Привел к тому Что первый раз Ему аплодировали Очень сильно в зале Прям стояли Понимаете Многие минуты Аплодировали ему А на втором концерте Стал один Стал второй А потом зал Опустел То есть Не прошел этот эксперимент Музыкальный Потому что Люди были настроены На одно А то что не услышали Была какофония И вот сегодняшняя Политическая какофония Это реально Вот я вижу Прям как С мемильными шагами Происходят многие вещи То есть Германия становится Абсолютно враждебным государством Просто абсолютно враждебным Сожалеть об этом Не сожалеть об этом Это факт Надо наблюдать Надо пробовать Опережать Смотреть веяние Германия становится Социально напряженным Государством Потому что Разрыв между тем Что говорят политики То с чего вы Оля начали Говорить о том Что Готовимся То есть Закупаем шерстяные нитки И будем теперь Вязать сами Свитера Связано не с тем Что в Китае Прекратили производство Или в Турции Текстиль Нет Это связано с тем Что человек Не сможет себе купить То есть Он будет экономить На всем Владимир А скажите Вот в этих публикациях Я обратила внимание Идет такой очень Не тонкий А жирный намек На то Что продовольствие И энергия За это европейцы Слишком мало платили За последние 40 лет И да Есть еще такая мысль Она касается того Что не исключены Протесты Против повышения цен На топливо На энергоносители И что Вероятнее всего Это выльется В серьезные социальные беспорядки Потому что Очень мало Политического пространства Чтобы смягчить Удар На то Что проживание Жизнь Будет очень дорогой И вопрос Безработицы Тоже будет стоять Очень остро Ну я уже могу сказать То есть Ну знаете Это капитан очевидности Ну Вот у меня часто Такое ощущение Что они еврозону Послушают Потом Начнут свои спичи Писать И потом После того как они написали Свои тексты Они начинают это озвучивать С таким адаким Пафосным Опозданием Почему пафосным Потому что Все должны обратить внимание Что вот они опоздали И Я думаю Первые И самые быстрые протесты Кто выйдет В Европе Ну я имею в виду Сейчас не по Нац Протестам То есть Не по странам Тут уже понятно Французы уже вышли А по профессиональному направлению Это будут крестьяне Потому что Нету Никакой компенсации Государственной Пока что На завышенные цены Энергоносителей Просто нету И Крестьяне Они как раз тоже Лакмусовая бумажка Определенных настроений Они раньше всех реагируют Когда вдруг В Европе Начинают запрещать Определенный вид удобрений Ну просто так решили Зеленая повестка пришла Все нужно менять Определенный вид удобрений Если внимательно посмотреть То те удобрения Которые меняли В других странах Не меняли Не запрещали Но Вдруг ты понимаешь Что разговор идет Не о том Чтобы там Экологически чистые удобрения были А о том Чтобы перестать Закупать белорусские То есть конкуренция Идет в другом месте И идет все время Объяснение Да дороже Да урожайность будет меньше Но мы же Не имеем права Портить там землю матушку Звучит все красиво Убеждение Потом смотришь Раз Закон какой-то будет Потом кто-то Додумался этот закон Остановить И Зачем теперь этот закон Вводить Если санкционно Можно запретить Поставки удобрений Из Беларуси Все цель выполнена Значит кто-то другой Производитель И смотрим Внимательно Куда растут ноги И понимаем Что существует Не так много В этом глобальном мире Предприятий Которые вдруг Начинают быть Бенефициарами Происходящих событий То есть раньше Они говорили про экологию Сегодня санкционно Но эффект один и тот же Те же самые компании И Я вчера Ехал в поезде Из Страсбурга В Германию Был на парламентской Ассамблее Совета Европы Это отдельный разговор Обязательно расскажу И ощущения И чувства И почему хочется Два раза в душ сходить Не потому что Им на зло Чтобы больше Тратили энергию Отмыться хочется От некоторых вещей Но позже А сейчас Вот Такой эпизод Вагон и ресторан В вагоне ресторане Рядом со мной Два попутчика Швейцарцы Они Насколько Насколько Сейчас Силен И Они Привыкли В Швейцарии Все цены На порядок Всегда был выше Ну и зарплата Выше Люди Работающие Землей Имеющие Там например Избирательную власть В кантоне Они не лезут В большую политику У них совсем Другие вопросы Если слишком Много солнца Значит нужно Воды Если слишком Мало солнца Значит нужно Ультрафиолетовые Лампы в теплицах То есть Вот Фермерское Хозяйство Оно во многих Странах Европы Оно на дотациях Но оно Очень привязано Очень привязано К дешевым Энергоносителям Не только в посевной Не только когда Нужно Собирать урожай А отапливать То есть Погодную Виноград будет кислый Вина не продадут Оливки Если будет слишком жарко Будут не такие сочные То есть Вот элементарные вещи Они с таким Интересом Спрашивали Прогноз Их интересовало То есть Вот простые люди Четко понимают И когда они Стали критиковать Политику Что это просто Невозможно Что что творится Ну мы же не идиоты Они нам говорят Что у нас будет Все дороже Мы должны к этому Подготовиться Вы оборзели Вы обнаглели Какое все подороже И мы должны К этому подготовиться Вы политики Должны сделать так Чтобы нам было хорошо И комфортно А не что мы должны Подготовиться Потому что вы там Что-то решили Вы политики И вот этот вот Наезд такой На политиков Оля Это В общем Сделали замечание В поезде Потому что Слишком Бурно Швейцарцы Говорили об этом И Вот здесь Я сделаю Рискну Сделать тоже Такой прогноз А дело в том Что если У всех фермеров Одинаковая проблема И они централизованно Где-то собрались На свой фермерский Конгресс И у них Вот такие настроения А это понимаете Простые люди Простые мужики Простые женщины Руки в мозолях И вот они едут На конгресс И они поймут Что их обманывают Политики И политики Не собираются Облегчать их жизнь И будут рассказывать О том что Дотации отменяют В тех странах Где эти дотации Просто необходимы На определенные Направлениях Там например Как молочка В Германии Она может конкурировать С молочкой Из Литвы Или из Польши Ну нет конечно Человека час Просто дороже ставит И конечно Это покрывает правительство А теперь оказывается Нужно что-то другое Плюс в трафтер соляру Залить извините Стоит два раза дороже Да зачем мне такое правительство И плевать я хотел То есть Вот их возмущение И мой прогноз Что вполне Может произойти Объединение Профсоюзных Сельскохозяйственных Вот именно Простых людей Может быть Это будет Профсоюзное Может это будет Не профсоюзное Что-то новое Какое-то движение Но им нужен мир Политикам смотрите В Европе Одноголосие Просто сплошное Прям все вражь входят И им нужен мир Этим людям Поэтому они будут Его как-то Отстаивать Совсем по-другому И если одинаковые Проблемы И у швейцарских И австрийских И греческих Они говорили о севере Италии Говорили Там точно такие же проблемы То есть Непосредственно Они озвучили страх И Это большая разница Когда ты слышишь Пафосные речи с трибуны И когда у тебя делегат Вот в прямом случае Понимаете Ходоки какие-то Едут на конгресс фермеров Там собираются И озвучивают свои страхи Им страшно за будущее Они не смогут сводить Концы с концами О чем там говорить О стратегическом запасе зерна Забудьте Идет какое-то успокоение Они кстати вспомнили Они говорят Они Вначале для них русский Потом почему-то уже немецкий И они говорят Это У тебя в Германии У вас вот Призывают Мясо не есть Кстати Господин Кельнер Проходящий мимо Дайте нам мясо Дайте нам шницель Понимаете Вот вроде смешно Но на самом деле Настолько отражает Вот это состояние И разрыв Между реал политик На краткосрочный период И долгосрочные проблемы Людей Которые Вот Заняты Действительно В секторе Работы То есть Те кто работают Они политики С трибуны И Вот это изменение Морали политической Оно безумно важно Если мы тебя избирали Чтоб ты для нас Занимался Определенной деятельностью Чтоб нам было лучше То мы тебя Абсолютно Не избирали Для того Чтоб ты нам Объяснял Почему будет хуже Объясни нам Почему ты делаешь Что-то Чтоб нам было хуже И пока еще Медийное поле Политики Усиленно работают И многие Развесив уши Глазами хлопают Говорят Ну да Нам будет хуже Но на самом деле Пошло осознание То есть Я предсказываю Объединение Европейское Объединение Какую-то синхронизацию В протестах Вот мой самый главный Анализ Синхронизация В протестах По Европе И Это может быть Достаточно сильно Потому что Если Норвегия Просто запрещает Российским фурам Въезд в страну То фермеры Могут запретить Проезд фурам Где угодно Когда угодно Трактора поставят И просто Медленно ехать будут Из точка А в точку Б Как они уже ездили Например По кольцу Берлина Так чтобы заблокировать Все автобаны Все официально Все легально Просто поехали на демонстрацию И заблудились И ехали 18 часов по кругу Германия Остановилась Всего лишь Нас в один город Взяли в такую Кольцевую блокаду Тракторы И дело не в таких Пафосных Креативных Протестах Когда вонючие Удобрения Там где-то Случайно Разливают Оно безумно Воняет Конечно Это натуральное Удобрение И в городских Условиях Появляется Такой устойчивый Запах навоза На пару дней Особенно В районе Каких-нибудь Протестных И пробуют Объяснить Почему люди Должны потерять Что-то Ну В качестве Своей жизни Начинают продукты И заканчивают Действительно Элементарными вещами Это потребление воды То есть Это тоже Оля Ну Ненормально Когда тебе рассказывают Сколько ты должен В день выпивать Жидкости Сколько ты должен Потратить литров Если ты Перегубил Владимир Мы сейчас должны Мы должны сейчас Прерваться На несколько минут Сразу после новостей Вернемся Еврозона Вести ФМН